Всем привет! С вами снова Валерий. Продолжаем тему иммиграционного детейна. Свежее. То, что свежее на уме у меня сейчас. Мы остановились на организации быта в тюрьме. Да, вы попадаете сначала в приблог. Это блок, где находятся люди, которые распределяются там, кого депортируют, кто борется с кейсом, их через неделю-две перебрасывают в другой блок, где они находятся и уже ожидают своих судов и все остальное. Как происходит судебный процесс? Он тоже непростой. Потому что я думал, сначала мне суд назначили, где-то через месяц вам или через три недели назначат первый суд, Master Hearing. Этот суд ни о чем. Вы просто приходите, судья вам говорит «Здравствуйте, я ваш судья, я буду вести ваш судебный процесс». Бла-бла-бла. Предоставить бесплатного адвоката мы вам не можем. Поэтому возьмите список бесплатных адвокатов, которые не отвечают на ваши телефонные звонки. Поэтому вам необходим человек, который будет снаружи договариваться с этими господами о вашей судьбе. Затем все, пять минут и до свидания. Потом следующее слушание через месяц. Ну, вообще на этом слушании можно и подать миграционную форму мая пятьсот восемьдесят девять. Но у меня ее не было тогда, потому что адвокат пришел за два часа до моего суда и сказал «Перенести суд». Я перенес еще на месяц. Через месяц мы пришли, подали нашу форму, и тогда начал самый процесс уже иммиграционный, то есть запущен. Да, и очень важно. Вы должны это сделать в течение шести месяцев, как вы въехали в Соединенные Штаты. Вообще в течение года это можно сделать, но лучше всего сделать это в течение шести месяцев по законодательству. Иначе, ну, как бы ваш процесс не будет запущен правильным образом. Подали форму, и мне назначили суд уже через четыре месяца следующие. Да, бывает через шесть, через четыре, через два. Кому как повезет, потому что суды очень загружены, в детеншел-центрах. Вот. Там есть услуги бесплатного адвоката, он как консультант, но вы его не сможете получить сразу, это где-то тоже через месяц, через два, так называемый порк. Вы приходите, там сидит девушка, юрист-адвокат, и задаете ее вопросы, она вам отвечает на ваши вопросы, дает ответы. Что еще по юридической системе? Ну, в принципе, все. Дальше у вас перейдет другой блок, вам уже доступны будут реквизиционная зона, то есть, где вы можете играть баскетбол, заниматься воркаутом, там турник, брусья, библиотека обычная, но русских книг у нас в библиотеке не было. Вот. С одной стороны, и хорошо, я за эти шесть месяцев практически очень мало общался с русскоязычными, выучил язык более-менее. как говорится, нет хода без добра. Что остальное? Ну, остальное это все коммуникации, быт, я расскажу в следующих роликах. Всем хорошего дня, будьте счастливы, добра, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok